Русская национальная конференция Пена схлынула, но, конечно, нам готовят очередные испытания, в этом сомнений нет. Статья 282, которая вроде бы была декриминализирована, на самом деле продолжает действовать, и репрессии по этой статье продолжаются не только административные, но и уголовные. И впереди еще длинный путь, я бы сказал, такой путь мученический, чем путь победный, триумфальный. Мы, конечно, не теряем надежд на то, что победа будет, и ради этой победы мы готовы использовать даже минимальные шансы. На сегодняшний день они как никогда невелики. Тем не менее, русская национальная конференция прошла. Надо сказать, что подготовка к этой конференции выявила состояние интернет-общественности, так называемой. Я лично разослал где-то около 20 приглашений в те группы, которые являются для нас профильными. Это немаленькие группы, довольно-таки многочисленные. Вот я смотрю, у меня список, и здесь 17 тысяч, 6 тысяч, 4 тысячи, 32 тысячи, 16 тысяч подписчиков, даже 66 тысяч подписчиков. Из вот этого всего богатства, из всей этой радости откликнулись три организации. Три организации из 20, скажем так. Может здесь 18, я точно не могу сказать. Вот остальные оказались вообще не способны реагировать. То есть это фейковые структуры, в которых нет жизни, в которых есть публикации, есть фиктивные подписчики, а больше нет ничего. И вот что такое информационная среда. Пока вы не увидите живьем человека, вы на вот эти циферки подписчиков можете не смотреть. Это все бесполезно и бессмысленно. Отчасти можно смотреть за активностью группы по количеству комментов и по количеству лайков. Это максимум, что вы можете извлечь, как-то сравнивая одну группу с другой. Но вот эти все многочисленные группы с громкими названиями, там, авангард русской молодежи, русское сопротивление, русская идея, православие самодержавие монархии, православная самодержавная монархия, русский общевоинский союз, я русский, Николай II достояние России и так далее, и так далее. От этих групп не поступило даже обратной связи. Это, конечно, поразительно. То есть, скажем так, девять десятых того, что есть в сети, это проекты, замкнутые сами на себя. То есть, они готовы вовлекать подписчиков, что-то там им пропагандировать, какие-то материалы им предлагать, но реально, в реальности они не существуют, они не являются общественным или общественно-политическим субъектом. А вот правая конференция, конференция правых организаций показала, что есть центр притяжения правых сил, есть куда обращаться людям с правым мировоззрением. Достаточно четко обозначили свою принадлежность к правому движению прежде всего организаторы, правая Россия, партия правая Россия, наша партия, партия Великая Россия, а также приглашенное русское имперское движение и русский корпус. Еще ряд представителей непонятный статус имели, мне не очень было понятно, когда они говорят, я представляю там движение Царский крест. В каком качестве человек представляет это движение? Или там совсем уж смешные какие-то. Какая-то тетушка из православной секты пришла, какой-то редактор газеты в 100 экземпляров, непонятно зачем он выпускается, когда в сети делай то же самое и получишь в 10 раз больше читателей и так далее. То есть, как обычно, политика притягивает немало чудаков, которым кажется, что они имеют какой-то общественно-политический статус, в общем, не делая ничего, а высказывая только свое личное индивидуальное мнение и объявляя себя причастным к какой-то организации. Но все-таки надо вырастать в какие-то организационные формы, организационные структуры, которые уже заранее декларировали некоторые тезисы своего мировоззрения, собрали хотя бы небольшую группу людей. Тогда у нас будет наращивание вот этого правоконсервативного движения. И самое главное, что мы в это движение, когда мы уже видим готовые группы, не подпускаем никакое левачье, ни либералистическое, ни социалистическое, коммунистическое. Тогда заранее уже люди объявили о своей программе и какими-то действиями, какими-то заявлениями, декларациями уже обозначили, что они к левым никакого отношения не имеют. Поэтому правая коалиция, пусть это маленький субъект, но этот субъект уже существует. И это важно, что вот бессубъектное существование, то есть вот такие размытые правоконсервативные настроения, в том числе и всякие паблики, всякие группы в сети, ну совершенно безответственные, без какой-то консолидации между людьми, это все бессубъектность. А вот здесь создана точка, из которой может что-то вырастать. И очень важно, я считаю, и буду этого добиваться, и надеюсь, по крайней мере, ближайшие партнеры в этом согласны, что мы не будем к этой коалиции подпускать не только левых, но и левоватых, а также тех, кто готов с левыми заключать какие-то коалиции. Вот здесь, если для вас левые важнее правых, тогда идите к левым. Если вы правы, заходите сюда, и мы тогда всей коалиции совокупно начинаем решать вопросы возможных коалиций, насколько они перспективны, насколько они не затрагивают ядро нашего мировоззрения, насколько они безопасны с точки зрения сохранения вот этого ядерного мировоззрения и группы, которая вошла в состав правой коалиции. Я думаю, что еще все впереди. Мы в значительной степени начинаем многое заново, в том числе и собирать людей, и воссоздавать региональные инфраструктуры. Каждый может выбрать себе, по крайней мере, из названных четырех субъектов, какую-то организацию, вступить в нее и приступить к деятельности. А деятельность основная – это расширение круга единомышленников. Вы наш единомышленник, вы к нам вступаете и начинаете деятельность, связанную с тем, чтобы единомышленников стало больше. Но прежде всего самое важное – это развитие региональной инфраструктуры, когда человек не просто в регионе присутствует и говорит, «Ко мне вы можете направлять тех, кто в регионе интересуется вашей организацией». Но и в самом деле становится региональным лидером, становится носителем русской национальной идеи. И когда к нему действительно обращаются, он не просто переправляет, «Поговорите с лидером организации», а сам способен что-то сказать, сам способен что-то организовать. И когда он собирает единомышленников, то они сами начинают что-то делать в рамках региона. Есть некоторые расхождения, которые были заметны по ходу обсуждения, но это расхождение между единомышленниками, которые может обсуждаться. Фигуры отдельных, скажем так, философов или каких-то там мыслителей, известных лиц. Мы можем их ценности, их принадлежность к правому спектру, к правой части политического спектра обсуждать. Мы можем обсуждать, участвовать в выборах или не участвовать в выборах. Но, скажем, наша партия в выборах однозначно никогда участвует, не просто в ближайших, а ни в каких выборах участвовать не может. Но кого-то из своих активистов мы можем делегировать в списке тех организаций, которые будут участвовать в выборах. Но это мы подумаем. Если никаких перспектив нет, то нечего и играть в эту игру по чужим правилам, по воровским правилам, которые устроены вот этим оккупационным режимом, которые нельзя считать государством. Когда мы говорим, что мы государственники, то мы знаем, что русское государство руинировано, остались какие-то фрагменты. Мы их, конечно, защищаем, но мы ни в коем случае не защищаем вот этот режим, который не стоит на страже государственности, даже не только русских, пусть даже бы и антирусских, но хоть какая-нибудь государственность, там нет вообще государственного мышления. Там даже рядом не стояло. Мы когда говорим, что мы против навальнистов и против коммунистов, мы знаем, что это заведомые разрушители любого государства. Поэтому мы с ними не имеем ничего общего, мы им враги. И они враги нам, разумеется. Нам есть что предложить тем дезориентированным толпам пока что еще молодежи, которые, скажем так, покупаются на вот эту движуху, в которой нет абсолютно никакого смысла, никакой перспективы. Стать пушечным мясом в чужой игре, которая даже не объявляется по своим ориентирам, это бессмыслица. Поэтому мы приглашаем в правую коалицию организации, которые существуют, информационные ресурсы, которые не представляют из себя одного человека, который ведет более или менее удачный паблик, а которые собирают какие-то группы вокруг себя, формируют мировоззрение общее для этих групп. Я расцениваю конференцию, пусть она не была многочисленной, она и не планировалась многочисленной, планировалось только представительство организаций. Считаю успешный. Этот успех – это успех в целом правого движения, и это поднятый флаг, которым мы подаем сигнал другим правым организациям, право-консервативным, монархическим, националистическим, русским, национальным и так далее. Надо объединяться, многие об этом говорят. С кем объединяться? Объединяться надо с единомышленниками. Вот вам площадка для объединения с единомышленниками, для приведения совместных мероприятий, конференций, круглых столов, уличных мероприятий, когда они станут безопасными с точки зрения полицейского преследования и разнообразных провокаций, которые сейчас происходят и будут происходить. Приглашаем в правую коалицию организаций и приглашаем людей с правыми, право-консервативными взглядами в те структуры, которые войдут в коалицию, которая, несомненно, будет расширяться и укрепляться. Слава Руси! Господи спаси! Игорь Негода Игорь Негода Продолжение следует...